Дело экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева передано в Следственный комитет, об этом сообщает издание Коммерсант. Кредитная активность граждан продолжает расти, и наибольшую положительную динамику показывает ипотечный сегмент. Коммерческая недвижимость в краевом центре становится дороже, и цены на аренду могут еще скорректироваться, говорят эксперты. Новости на РБК Перм, в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Дело экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева передано в Следственный комитет, об этом сообщает издание Коммерсант. Это произошло после того, как ФСБ почти через год расследования переквалифицировало действия экс-министра из злоупотребления должностными полномочиями в получении взятки. По версии силовиков, в 2015 году коммерческая организация приобрела квартиру, якобы принадлежавшую господину Закиеву, по завышенной цене. За разницу господин Закиев, как считают правоохранители, обещал оказать содействие в получении подряда на строительство дороги на 2 миллиарда рублей. Это обход часового. Напомним, ФСБ возбудило дело в отношении экс-министра в октябре прошлого года. Кредитная активность граждан в Прикамье по сравнению с прошлым годом продолжает расти. Наибольшую положительную динамику показывает ипотечный сегмент. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. Общая сумма выданных займов населению в Пермском крае в августе текущего года составила 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Зафиксирован прирост в 10% по отношению к августу 2016. При этом количество выданных кредитных продуктов снизилось на 7%. Теряет популярность кредитные карты как по суммам, так и по числу договоров. Объем выданной населению Прикамье ипотеки в конце лета почти приблизился к отметке в 2,5 миллиарда рублей, что на треть больше прошлогоднего показателя. Однако по сравнению с цифрами июля 2017 года только сегмент автокредитов показал небольшой прирост. По всем остальным направлениям отмечена отрицательная динамика. Что касается среднего чека по кредитам, выданным физическим лицам в Пермском крае, то за год все виды показали прирост в абсолютных величинах. Наибольшую у ипотеки почти 100 тысяч рублей, в процентном отношении лучшая динамика у выдачи наличными плюс 10%. По данным ОКБ в августе 2017 года всего в России физлица взяли на 8% меньше кредитов, чем год назад. Однако рост объемов при этом сохраняется. Всего за август было выдано 2 миллиона 700 тысяч новых кредитов на сумму почти 450 миллиардов рублей. Аренда коммерческой недвижимости в городе с начала года подорожала в среднем на 2,5%. Цены могут еще скорректироваться в верхнюю сторону, говорят эксперты. Согласно статистике аналитического центра «Медиана», цена аренды квадратного метра офисной недвижимости в среднем составила 545 рублей. С начала года прирост более чем на 4%. Торговая недвижимость сдается в среднем по ставке в 632 рубля за квадратный метр. Рост за 8 месяцев на 1,5%. Цена аренды производственно-складской недвижимости находится на уровне 200 рублей. Динамика цен также положительная, более чем на 1,5%. Количество предложений на рынке на уровне 60. Эксперты объясняют динамику началом делового сезона, а также фиксируют рост спроса при ограниченности рынка коммерческой недвижимости. Мы в последнее время, конечно, наблюдаем тренд, что у большинства сегодняшних потребителей на рынке аренды торговых площадей потребности в площадях уменьшаются. Очень много появилось запросов и заявок в разрезе малого бизнеса, где требуются площади в среднем 20-40 квадратных метров. Таких заявок очень много. Ну и, конечно же, заявки от крупных ритейлеров, они есть, и такой бизнес, он процветает. Накануне на конференции «Доходная недвижимость» первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев заявил, что власти рассмотрят правовое регулирование одного из секторов рынка – это сферы стрит-ритейла – для недопущения его стихийного распространения. Это запрос рынка. По его словам, в ходе решения вопроса важно не допустить резкого роста цен в этом направлении и появление административных барьеров для бизнеса. Курс доллара в начале валютных торгов на московской бирже сегодня потерял 5 копеек. Евро также подешевел на 5 пунктов. Аналитики считают, в первые половины дня рубль должен укрепиться к доллару благодаря уплате страховых взносов в понедельник. Кроме того, этому движению помогает и общее ослабление доллара к евро вследствие заявлений главы Евроцентробанка о возможном продлении программы выкупа активов с рынка. Ну и, конечно, основным положительным фактором для отечественной валюты остается рост нефтяных котировок, в частности, из-за снижения запасов сырой нефти, бензина, дистиллятов США, говорят эксперты портала Банки.ру. Однако к концу торгов курс доллара может вырасти в ожидании публикации статистики по индексу потребительских цен и розничным продажам. Сильные данные способны вернуть доллар на путь роста, где он находился 4 недели до этого. Ну а пока лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми в банке Финам 5753, по продаже там же 5770. Лучшее предложение по покупке евро в банке Неева 68 рублей 5 копеек, по продаже в Активкапиталбанке 68 рублей 25 копеек. Эти и другие новости на нашем сайте Пермарбисиру. Следующий выпуск новостей в 17.00. Оставайтесь на РБК. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Продолжение следует... Продолжение следует...